Это центральное телевидение откровения. Честно о том, что интересно всем. Впереди большая сенсация и много пронзительных признаний. Начнём. А у меня сейчас вопрос к нашим зрителям в студии. Какая первая ассоциация у вас возникает при слове «Виагра»? Группа «Виагра» и инструментальная отца «Виагра». Подготовились. Вот видите, даже у мужчин зрелого возраста на ум сразу приходят не названия таблеток, а двиноногие сексапильные девушки, которых объединяет эта группа. «Виагра». И кто бы мог подумать, что настанет момент, когда мы услышим такое, во что ещё день назад никто бы не поверил. Внимание, сейчас в нашей студии появится он, основатель, продюсер и бессменный руководитель «Виагры». Встречайте, Константин Меладзе. Константин. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что вы к нам пришли не просто так. Вы нам и всей стране обещали, что именно в эфире центрального телевидения скажете об этом. Вот камера, которая вас снимает крупно. Время пришло. Говорите. Ну, вы знаете, я 12 лет руководил коллективом под названием «Виагра» и был в какой-то степени его основателем. И очень много было кривотолков об этой группе. И для того, чтобы избежать кривотолков, на сей раз я хотел бы лично сказать и лично заявить о том, что с 1 января 2013 года этой группы больше не существует. Но почему? Об этом мы узнаем после откровенного материала Андрея Самарцева. Как все начиналось? 12 лет, 13 солисток. Впервые и только в центральном телевидении. Невымышленная история. Группа «Виагра». Смотрим вместе. Альбина Джанабаева установила рекорд. 8 лет в группе. Девушки менялись, уходили, возвращались. И только Альбина Борисовна постоянно радовала глаз мужчин. Но, кажется, сегодня и ей хочется перемен. Я предпочитаю думать об этом, не как о завершении, а как о начале чего-то нового. Официальный статус рыженькой из «Виагры» Альбина Джанабаева получила в 2004-м. Хотя до нее уже были почетные обладательницы этого титула. Самая известная – Анна Седокова. Все такие очень красивые, все улыбаются, все счастливые. Судьба забросила бывшую участницу «Виагры» в далекий Лос-Анджелес. Здесь недалеко мой дом. Если вы посмотрите сквозь елочки, то увидите знак «Голливуд». «Голливуд!» А вот, пожалуйста, «Голливуд». Выйдя замуж за сына олигарха, она, казалось, разом решила и личный вопрос, и карьерный. Роскошное авто, обеспеченная жизнь, дети, дом полная чаша. Или все-таки неполная? Дело в том, что в данный момент жизни у нас просто такой достаточно непростой период в отношениях. И поэтому сейчас все-таки как-то очень сложно. То ли дело ее предшественница – первая солистка группы Алена Винницкая. И почем с дневной, как сердце, без честного случая. Уже 15 лет она счастлива в браке. А когда-то продюсеры строго-настрого запрещали Алене признаваться в семейном статусе. Я думаю, что это как-то индекс популярности, наверное, понижал. Теперь на сцене она появляется исключительно вместе с супругом – музыкантом и продюсером Сергеем Алексеевым по кличке Большой. Но маршрут ее гастролей не выходит за границу Украины. За 12 лет в группе сменилось 3 рыжеволосых красавицы, 5 брюнеток и 5 блондинок. Некоторых с трудом вспомнит даже очень внимательный зритель. Локальный талант я бы до сих пор не обнаружила. Но в массовом сознании классической светленькой из Виагры остается Вера Брежнева. Я когда уходила из группы, я не собиралась вообще заниматься никакой карьерой. Я очень устала, я на тот момент уже сильно часто болела. И я просто ушла отдыхать, ушла в никуда. На этих кадрах шестилетней давности участницы Виагры вместе со своим супругом – украинским олигархом Михаилом Киперманом. Надо послать молодым, чтобы все их желания используются быстро, так же, как и сейчас все случилось. Но их семейное счастье оказалось недолгим. Через 3 года после рождения дочери Сары Вера подала на развод. Вы знаете, внутри группы, вне группы, то есть даже не будем касаться девушек, с которыми я работала, у меня, в принципе, ни с кем не сложилась настоящая дружба. Она трижды уходила из Виагры. Последний раз год назад. Я забеременела, я полюбила, я забеременела, и моя судьба немножко по-другому повернулась. Ее возлюбленный – бизнесмен Михаил Уржунцев, гендиректор фирмы, выпускающий женские платья. Сначала Надежда стала лицом его одежды. Если мы видим писец, это значит Ирина Ивановна. А потом родила Михаилу дочь Аню. Почему они сначала так рвались стать участницами группы, а после уходили со скандалами? У меня нет конкурента. Я настолько верю в свои силы. Кто из них не хочет слышать о прошлом в Виагре? Я хочу, честно говоря, сейчас копаться в этих давних временах. И отчего у большинства солисток не сложилась сольная карьера? Я думаю, что реабилитация будет долго еще. Не один год. Настало время, чтобы сами участницы рассказали о непростых условиях выживания в женском коллективе. И это будет подлинная история главной группы нулевых. 2010 год. В Киеве проходит юбилейный концерт в честь десятилетия группы. На сцене все солистки, кроме четверых. Татьяна Котова и Татьяна Найник, Светланы Лободы и Кристины Котс-Готлип. Они в черном списке продюсера Меладзе. Уходила, а я встречу со мной. Говори, что у меня в глазах. Константин Меладзе, как обычно, в тени, возле сцены. Но в этом женском коллективе именно он главный. Разведи огонь, если звездо выбирает меня. До Виагры Константин работал исключительно со своим братом Валерием. И если бы не уговоры друга, владельца киевского музыкального канала Дмитрия Костюка, он вряд ли решился бы на творческий эксперимент с девушками. А-а-а, здрасте. Энитуаты пишут. Роки свои петь. Петь свои роки – это он про рок-музыку. В студии вместе с мужем Алена работает над новым альбомом. Никаких слащавостей, только гитарный ритм и тексты с претензией. Перед стерней звездом, здесь ночью, улетает ночью до ночью. Начав сольную карьеру, Алена Винницкая по капле выдавливала из себя Виагру. О том, как все начиналось 13 лет назад, теперь вспоминает неохотно. Еще переживать, что что-то было, что там еще что-то. В конце концов, это факт остается тот, что я была в этой группе, что я была там первой. Именно она вместе с Надеждой Грановской – первоначальный рецепт украинского эстрадного препарата. А я просила, я просила его опять, опять, опять. Одно непонятно зрителям, почему в дебютном клипе Виагры Надю Грановскую называют Машей. Держись от него подальше. Печально сказала подруга Маша. Дмитрий Костюк, он все время говорит Марина. Не Марина, а Маша. Оказывается, изначально в составе группы должна была петь вот эта брюнетка – Марина Модина. Вокалом занимался сам Константин Меладзе. То есть рассказывал какие-то акценты смысловые, лучше делать, как лучше спеть эту фразу или ту. В этих двигающихся не в попад девушках трудно узнать даже зачатки популярной Виагры. В центре Алена Винницкая. Справа Марина Модина. Слева Юлия Мирошниченко. На самом деле у продюсеров в тот период тоже не было понимания, какой должна быть новая группа. Я думаю, совсем не так. То есть они приходили на аппетит, а мы танцнули под Майкла Джексона. Они что-то смотрят, что-то не то. Девушки в этом составе записали несколько песен. Но когда начались съемки клипа, двоих из этой троицы забарковали. Один из продюсеров настойчиво прилагал интимные отношения. Да. А так как в то время мне было 19 лет, и я еще не смогла нормально так себя поставить, чтобы можно было и работать спокойно, и в то же время как-то уйти от таких вот моментов. Марина после этого успела побывать солисткой другой девичьей группы. Но нынешнее ее положение ей куда больше по душе. Я постараюсь быть такой мамочкой активной, постараюсь успевать и заниматься ребеночком, и своей карьерой. Вот, 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 вот должно, может быть, прямо сейчас это случится. Правда, и к оставшейся солистке Алене были вопросы. Ну, может быть, не совсем мы понимали, чего он хотел добиться иногда своей строгостью. То есть не совсем складывалось такое общее понимание того, что он хочет от нас, почему эти запреты. К тому моменту она была популярной ведущей на музыкальном канале. Вести многочасовые шоу в прямом эфире для Алены было делом привычным. Мне очень приятно, что мое лицо появляется именно на канале СТБ. Я надеюсь, что это продлится еще долгие-долгие годы. Но вот петь и эротично двигаться на сцене поначалу никак не удавалось. То ли дело Надя Грановская. Это кадры кастинга в новую группу. 18-летняя провинциалка из села Сбручивка просто поразила продюсеров. Мы там отжигаем, конечно. Но я же с детства, ну не с детства, я с 11 лет танцую. Но я танцую, и я не представляла себя вообще без танца. То есть моя карьера, как я ее себе видела, то есть танцовщица, танцовщица. Но несмотря на сексуальный внешний вид, за кадром ее пришлось учить всему. Надя, да, вот она пришла, она выходец, в общем-то, из села, да, то есть сельской местности. Но за счет того, что вот она начала уже как бы в свое время, там, 18-16 лет работать по клубам, она стала уже внедряться в эту городскую публику. И как бы там ни было, но она танцевала, да, и все-таки она уже привыкала и общению с другим контингентом людей. Наталья Ефименко группа обязана вокалом. Начиная с Грановской, она ставила голос всем солисткам «Виагры». Мы с Верой пели романсы, и с Надей пели романсы. Да, в общем-то, со всеми, потому что на романсах очень можно научиться правильным позициям. Я же не пела совершенно, вот, поэтому меня, в общем-то, взяли за, насколько я сегодня понимаю, за артистизм и за умение свободно, спокойно вести себя на сцене. Миладзе называл Надю Маугли. Девушка не то что петь не умела, говорила на суржике. Смеси украинского с русским. Я русский язык, в общем-то, знала поскольку-постольку. То есть мне сложно было высказываться на русском языке, вот. Вот, и это такой был жесткий суржик. Такой вот очень открытый наряд у меня, если вы так внимательно посмотрите. Да, собственно, внимательно, не надо смотреть, все сразу видно. Оставалось придумать название. Среди вариантов имени новой группы было даже серебро. Спустя 10 лет по чистому совпадению именно так назовут другое девичье трио. Давай держаться за руки. Но в далеком 99-м трендом сезона была Виагра. Только что изобретатели пилюль для мужчин получили Нобелевскую премию. Но чтобы не нарваться на судебные иски, создатели украинской Виагры этот западный бренд писали в два слова. Вроде как вокально-инструментальный ансамбль «Гра». По-русски значит «игра». Ну или другой вариант расшифровки – «Винницкая Алена» и «Грановская». Не придерешься, а публику, особенно мужскую, возбуждает. У нас за все 12 лет не было никакого, во всяком случае у меня с ребятами, с ребятами, так вот их называю, уже давно, не было никакого контракта. Клип новой группы снимали на пустующей киностудии Довженко. Вдруг режиссер останавливает съемку. Белое платье Винницкой проигрывает на фоне золотого костюма Грановской. Проблему решили с помощью баллончика с золотой краской. Мне очень понравился костюм, вот мой любимый костюм из «Крипа Попытка» номер 5. Это вот этот красный такой, там был ярко-красный, где был мотоцикл, байкер, вот, и где я банкой пива падаю. Этот образ мне как-то он был роднее всему. Пиво, рокеры – все это будет в творчестве Винницкой позже, уже после ухода из группы. А пока на сцене они были призваны изображать сексуальных валькирий. И лишь за кулисами девочки позволяли себе расслабиться. Белое полотенце, знаете какие-то трусы, например, здесь не наносимые трусы. Трусы тоже белые. Вот это вот, вот это вот, Натя, вот это вот. Как используют? Это шутка одна осталась. Ну, какими они были. Алена, такая девочка себе на уме, много было друзей, рокеров. Ну и, соответственно, представления об этой жизни артистов, музыкантов были рокерские. Ну а как ведут себя рокеры, вы знаете. Джек Дэниелс там в одной руке, Мальбора в другой руке. Там в гостиничном номере не разобьешь раковину, зря день прошел. Там или пьяный не упал со сцены, тоже как бы, вот. И лишь за кулисами девочки позволяли себе расслабиться. Артур Ковальков – концертный директор группы «Глаза и уши» Константина Меладзе. Все эти годы он контролировал поведение участниц группы на гастролях, за что и заслужил от некоторых девушек прозвище «Цербер». Для него это тоже было в новинку. Он никогда не сталкивался с такой, вообще, с такой ситуацией, женский коллектив. Как себя может повести девушка на гастролях, чего можно от нее ожидать. Кому-то несложно было, вот, там, не курить, там, не напиваться до полуоморочного состояния, там, я не знаю, не менять одного, одного, второго, десятого и так дальше. А кому-то это было сложно. Но даже Артур не смог вовремя распознать беременность Наде Грановской. Ну, что значит, не уследили, ну, как не уследили? Ну, никто никогда, там, стопроцентную армию не делал из коллектива. И личную жизнь никто никому никак не ограничивал. Сын Игорь теперь в ее жизни самый дорогой человек. Но тогда интересное положение солистки означало моментальный вылет из группы. Я сказала, я беременна, вот. Ну, я обязательно вернусь. Костюмы тут же перешили на новую участницу. Модель из Питера Татьяну Найник. Виагра из дуэта превратилась в трио. Брюнетка Таня, блондинка Алена и рыжая Аня Седокова. На восьмом месяце беременности она узнала, политик, от которого ждет ребенка, не собирается строить с ней семейную жизнь. Надя никогда не называла его имя. Это ее тайна. Я сказала, я беременна, вот. Ну, я обязательно вернусь. Но рожала, да. Вот я уже рожала, я, конечно, непросто. Родила она раньше срока. И изможденная пришла к Меладзе проситься обратно. Ее место было уже занято другой аппетитной брюнеткой. На съемках этого клипа Надя появилась через неделю после родов. Татьяна Найник явно растеряна. Формальный повод для ее увольнения нашелся сразу. Лишний вес. Была такая у нас Таня Найник. В группе были некие стандарты, которых надо было придерживаться. Вот она иногда им не соответствовала, начинала выходить. Тем более за восемь месяцев Найник не спела ни строчки. Главным голосом группы тогда была Алена Винницкая. Но и она собралась хлопнуть дверью. Некоторые люди до сих пор не могут понять, как можно было уйти. Прямо это невероятно. Из такой популярной группы никто не уходит. На смену ей пришла другая блондинка Вера Брежнева. Кажется, что я занимаю свою нишу определенную. Она поет, играет в кино, снимается для модных журналов. Брежневу называют самой успешной экс-солисткой Виагры. Но в 2003-м Вера звезд с неба еще не хватало. Отворила белую тюрьму, когда не смогла ее... На этот кастинг продавщица колготок попала прямиком с концерта Виагры в Днепропетровске. Там объявили шуточный конкурс двойников. Вера тогда еще не Брежнева, а Галушка вызвалась показать Алену Винницкую. Вышла на сцену и спела попытку номер пять. Хотя спела, это громко сказано. У тебя не в ноты та же Вера не попадала, но у нее же красивый тембр. Спустя месяцы Вера не только научилась попадать в ноты, но и заметно похорошела. В итоге именно этот состав Виагры поклонники признают золотым. Спасибо большое, что пришли с вами на мой концерт. Законки, сколько их вокал? Их гонорары за часовой концерт в середине нулевых выросли до 80 тысяч долларов. Они всерьез задумались покорить мир. Сперва решили идти на восток. Япония сдалась без боя. Но внезапно Анна покинула группу. О ее беременности и грядущей свадьбе с футболистом Валентином Белькевичем продюсеры Костюк и Меладзе узнали из газет. А три года спустя уже читали новости о разводе экс-Виагры. Есть семьи, в которых женщины бьют. Есть семьи, в которых девушек унижают просто словом. И их огромное количество. Особенно их много в футбольной среде. Группа осталась без концертов. И это в разгар летнего часа. Говорят, из-за ухода Седоковой Виагра сильно упала в цене. Новая солистка Светлана Лобода в коллективе не прижилась. Мелькнула в одном клипе, отработала тур по Азии и там же была уволена за нарушение дисциплины. Света Лобода, которая работала в группе, будучи на выезде далеко в неизвестной стране, в Таиланде, в Бангкоке, ночью пошла гулять в город сама. Альбину Джанабаеву публика встретила прохладно. Хоть за ее плечами и были Гнесинка, главная роль в корейском мюзикле «Белоснежка» и два года работы на бэквокале у Валерия Меладзе. Это для меня был тоже какой-то опыт бесценный, и я, в общем-то, приняла его. Что будет дальше, я не знала. Первое приглашение в Виагру Альбина получила сразу же после того, как группу покинула Седокова. Но тогда ей пришлось отказаться. Я уже была мамой в этот момент. Через четыре месяца Джанабаева передумала. Этот состав поклонники назовут «Бриллиантовым» в честь знаменитой песни. Но недолго музыка играла. Надежда Горановская вновь собралась уходить. Тогда причина таилась не в личной жизни. Кто бы мог подумать, секс-символ Виагры стала жертвой собственных комплексов. Я недостаточно хорошо пою. А я же все-таки вроде кто-то меня якобы певицей называет, понимаете. Поэтому, конечно, это меня очень сильно огложило. А следом за ней и Вера Брежнева заявила о том, что устала. Тогда группа опять оказалась на грани развала. И вот с этого момента началась, да, вот какая... Вот текучка, я ненавижу это слово. Кристина Котс-Готлиб, Ольга Корягина, Меседа Богоуддинова, Татьяна Котова. Многие солистки появлялись ненадолго и также стремительно исчезали. Но все-таки успевали устроить личную жизнь. Белый, девичай! Ольга Романовская в девичестве Корягина когда-то занимала место Грановской. Она успела сняться в паре клипов, но семейная жизнь оказалась милее. ЗАГСЕ В ЗАГСЕ она не скрывала слез, а потом еще долго благодарила изобретателей украинской пилюли за счастливый билет. Они мне дали все то, что я сейчас имею. Я сейчас имею любимого мужа, я сейчас жду ребенка. Жизнь красивой девушки из провинциального Николаева круто поменял этот кастинг. Спустя восемь месяцев она сказала Виагре прости-прощай. На улицах никто не спрашивает ее автограф. Слава солистке герлс-бэнда мимолетна. Третье пришествие Нади Грановской в Виагру не заставило себя долго ждать. Позанимавшись с педагогом по вокалу, она вернулась в группу. Правда, с условием, что дальше будет ее сольная карьера. У нас была такая договоренность, что я пока возвращаюсь, а потом мы будем строить какие-то дальнейшие планы. Жизнь такая штука непредсказуемая. Когда Надежда узнала, что у нее будет дочь от любимого мужчины, она опять ушла, не задумываясь. И в этот раз обещает, что не вернется. Детки мои конфетки, да, очень важны на сегодняшний день. Альбина Джанабаева пришла в Виагру не девичье самолюбие тешить. Пока ее новые коллеги по группе, брюнетка Санта и блондинка Ева, по очереди выходили замуж, она строила творческие планы. И я думаю, что, наверное, осталось время действительно уже заняться сольной карьерой. Альбина уверена, она не затеряется среди других знаменитых певиц, к именам которых по-прежнему добавляют экс-Виагра. Эти 12 лет на сцене, как обучение в звездной школе. И сегодня отличница Джанабаева уже готова к последнему звонку. Сейчас я готова сделать заявление и сказать, что я ухожу из группы. Сразу после короткой рекламы Константин Меладзе расскажет, что подтолкнуло его к этому наверняка непростому решению. Виагры больше не будет? Узнайте. Главное, не щелкайте пультам. Это «Центральное телевидение». Несколько минут назад в этой студии Константин Меладзе сделал сенсационное заявление. Группы Виагры больше нет. Константин, и теперь все-таки хочется узнать, почему вы приняли такое решение? Что вас столкнуло? Ну, вы знаете, я почувствовал просто вот в конце 12-го года существования коллектива, я почувствовал, что мои какие-то продюсерские наработки, алгоритмы и приемы себя исчерпали просто уже. Вы же уже наверняка поговорили с девушками. Вот их реакция какая? Как они отреагировали? Нормальная. Потому что, в принципе, как я готов всегда к уходу какой-то из девушек, из группы, собственно говоря, так и они готовы всегда были изначально. Вы не может быть, почему не расстроились прямо? Расстроились и плакали, и все такое прочее. Я распускаю не только девушек, но и распускаю и музыкантов, и административный штат. Чем теперь девушки будут заниматься? Все девушки практически, которые работали в этом коллективе, все они замечательным образом продолжили свою сольную карьеру в разных ипостасях. Это и киноактрисы, это и певицы, и телеведущие. Я совершенно убежден, что в том числе и с моей помощью их карьера дальнейшая будет замечательной. Говорят, что вы создали группу «Виагра» чуть ли не на спор. Это правда или слухи? Это было не столько на спор, это был просто некий такой отдых от моего основного проекта, которым я занимался до этого, то есть и занимаюсь и по сей день, это мой брат Валерий. Мне казалось, что мне нужно каким-то образом создать еще один проект, который был бы легкомысленным, ярким, который пел бы песни те, которые Валера, скажем, петь не должен. Но есть и слухи о том, что изначально у этого проекта должно быть совсем другое название. В 99-м году мы его придумывали. Одно из названий, кстати сказать, было «Серебро». Потом группа с таким названием сейчас существует. То есть, назвав группу «Виагра», вы сразу просчитали, что всех мужчин этой страны эта группа будет бодрить? Вы знаете, нет. В те времена я вообще мало что просчитывал. Вот как вышло, так вышло. Я помню даже, что мы это название выбрали из нескольких других методом какого-то жребия. Я просто придумал такую штуку, чтобы это расшифровать, как вокально-инструментальный ансамбль «Игра по-украински». С эффектными девушками ведь всегда очень непросто работать. Вот вам бывало по-настоящему тяжело с ними? Что самое сложное было в этой работе с таким женским коллективом? Было и хорошее, и плохое, и творчество, и музыка, но была и грязь, и предательство. То есть, всё то, что сопутствует настоящей нормальной жизни. Я даже контрактов могу открыть в секрет сейчас. Контрактов с девушками практически никогда не подписывал. Серьёзно? У меня была группа, которая работала все эти годы на основаниях совершенно добровольных и бесконтрактных. Просто до тех пор, пока нам работать вместе интересно. То есть на доверие? Да, до тех пор мы вместе работаем. Но я оставлял за собой всегда право в любую минуту, скажем, расстаться с каким-то человеком. Может быть, поэтому у нас была столь частая ротация кадров. Много было слухов и сплетен, и многие бывшие солистки давали комментарии на тему того, что очень сложно было работать как с продюсерским составом, и с деньгами там было сложно, какие-то выплаты-невыплаты. Никто не обещал, что будет просто. Работать в шоу-бизнесе, учитывая то, что, в принципе, брал-то я девушек для работы с далёкой переферией, многие из неблагополучных семей. Это совершенно не артистки из учились музыкальных. Поэтому вот такое, собственно, перевоплощение, такое быстрое, это, безусловно, болезненный процесс и психологический, и моральный. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Печальная новость, но, как говорится, всё, что не делается, всё к лучшему. Это уж точно. Вот и мне часто так кажется. Всё к лучшему. Откровение продолжается. Это центральное телевидение. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.